Привет! У микрофона воевода и это финальная часть прохождения за нашего балканского императора Феодора. В прошлой серии мы закончили обращение князей в католичество, остались только самые большие упорные, которых даже силой не заставишь поменять религию. Кроме того, мы завоевали Балканы и создали здесь огромное количество реженных князей, которые не имеют реальной власти. И я вам напомню, что наша главная цель – это восстановить единство Священной Римской империи, на что у нас остается чуть больше 130 лет. Но я уверен, что с помощью ваших лайков, комментариев и подписок на канал мы обязательно успеем. Земли империи сейчас поистину огромны. От Аквитании до Ливонии и Крыма, почти вся Европа и только итальянский сапожок до сих пор оставался нам непокорным. Необходимо исправить это недоразумение. Мы можем напасть на Венецию, но, к сожалению, сам остров не захватим, у нас попросту нету флота для этого. Земли Венеции на континенте были почти сразу захвачены. До самого острова нам не добраться, зато мы побьем их армию. Я ожидал большего от Мануила Третьего, но потери оказались равны. Но, похоже, никуда отступать они не собираются. И тут мы взяли всех венецианцев в плен. Германцы просто пожирают друг друга, и нам опять не хватает вольного города. Лучше сделаем одного из реженных князей вольным городом – Грецию. Венеция обязуется вернуть все земли князю Милана и Савойе, и они нас не подвели. Тут же присоединив утраченные земли назад к империи, даруя нам жизненно важный авторитет. До этого было все как-то не до своего флота. Готы обходились и без него. Но ужасы войны с Венецией показали, что мы ее просто не захватим. Поэтому нужно построить достойную флотилию для императора, чтобы нас боялись все. Готы могли бы влиять на политику где угодно, встревать в любые войны. Но вы, Каталония, предали наши надежды. Вы даже не вошли в состав империи. Выживайте как хотите, без защиты милостивого Мануила Третьего. Балканские князья оказались не столь бесполезны. Они чудом смогли вернуть свои провинции в Венеции. Но эти идиоты умудряются менять религию. Зачем вы так легко и добровольно отказываетесь от милости императора? За ними придется постоянно следить, чтобы они оставались в католицизме. Богемия в очередной раз предает нас, разрывая союз. Даже родственникам Готам доверять больше нельзя. Зараза, я понимаю, когда они поедают вольных города. Но поднять руку на Курфюрста – это уже слишком. Придется заменить погибшего князя Саксон-Лаунебурга, князя Милана. Надо ждать, надо терпеть. Пока в империи не будет вечного мира, убивать друг друга – это будет любимый досуг наших князей. Но пора сделать одну важную вещь – выдворить Испанию, земель империи. Они владеют последними тремя городами. И на самом-то деле, не способны их оборонять. Пресвятой Иоанн. Это явно неожиданный поворот. Богемия только что предала нас, добавила в соперники, и тут же молодая княжна Цири погибает. А ближайшим наследником оказался ваш покорный князь Феодор. Конечно, нашлись и противники этого в виде России. Нам придется воевать либо на два фронта, либо быстро заканчивать одну из войн. Феодора постоянно меняла свое положение между тварью дрожащей и великой державой. Но с таким наследством, наш ран, кажется, будет закреплен навсегда. Наш великий флот готов. 21 двухпалубный линкор и 17 шебек. Я думаю, мы можем бросить вызов старой неразвитой египетской флотилии. Ей управляют младшие командиры. Без центрального командования, без адмирала. Но они постоянно подводили подкрепление, и победить оказалось невозможно. Хотя мы и потопили вдвое больше кораблей, но наш флот уничтожен. Ладно, Кастелия, отдайте нам свои земли в Нидерландах и на этом закончим. На востоке нас ждут события посерьезнее, где действительно опасный враг. Покажем бородачам с востока, что бывает, когда посягаешь на земли империи. И наш полководец Мануил Акуел бьет один отряд врага за другим. Но вот и все. В июне 1702 года готы оккупировали Москву. Сопротивляться дальше не имеет смысла, и Россия соглашается, что Богемия наш младший униат. Поход на Россию напомнил, что у нас есть два незаконченных дела. Молдавия и Венгрия до сих пор никем не захвачены, и живут прямо у нас под носом. Мы их включим в состав империи, как они того и желают. Похоже, Даня это главный антагонист в этом аниме. Да сколько можно, они опять захотели Гольштейн, и опять нам только ради одной провинции объявлять войну. Как только родина турецкого верноподданного была включена в состав империи, нам хватает имперского авторитета на четвертую реформу. Появляется общий Пфеннинг. Теперь на всех монетках будет красоваться портрет Феодорского императора. Иммануил Третий, совершив важнейшие реформы, погибает. А меня, как всегда, кробит кнопкой «Отлично» под этим событием. Бедная Великобритания. Оливер Кромвель свергает саксонскую династию, хоть и остается нашим союзником. Мы были в одном шаге от этого трона, но не судьба. Я понимаю. Многие князья сидят в полуизоляции, им просто нечего делать. Но чтобы Баден развязал войну на половину мира, да, они просто безумцы. Даже сам Папа Римский оказался втянут в эту войну. И мы этим воспользуемся, чтобы под шумок напасть на Венецию. Теперь нашего флота достаточно, чтобы заблокировать их в порту, и ситуация кардинально меняется в нашу пользу. Венеция исчезает с карты мира, а два важнейших торговых города переходят нам в руки. Начинается эпоха революции, и это идеальное время для Феодорского Золотого Века. На радостях от таких перемен мы посадим еще двух ряжных князей – Киевского и Молдавского. Алексей VI запомнился людям очень странной войной. Было организовано нападение на ближневосточный мусульманский мир, который сейчас представляли Мамлюки и Марокко. Там были великолепнейшие победы, когда просто за пару месяцев египтяне теряли сотни тысяч солдат. Но и блистательное поражение, потому что Готский экспедиционный корпус никак не мог справиться с наплывами египтян. И в итоге, когда марокканцы почти взяли столицу империи в Далмассы, был подписан мир, и многолетняя война почти без единого поражения закончилась ничем. Чтобы завоевать Италию, нам надо действовать хитро. Мы отдадим город Мантуя бывшему князю Феррары, а он имеет претензии на все близлежащие земли. И ситуация для нас складывается идеальная, потому что император Китая решил напасть на Папу Римского. Что при этом не поделили люди, живущие на разных концах полушария, абсолютно непонятно, что за дьявольщина. Революционеры поднимают восстание, только не сейчас. Когда у Феодора все идеально, революция нам не нужна. Тем более война в Италии прошла так удачно. Папа Римский отдает нам большую часть своих земель, при условии, что Рим остается за ним. На уничтожение революции ушло всего лишь шесть лет. Феодор остается абсолютной монархией и контролирует имперский престол. Потомки Великого Османа, как и их могучие предки, остались крайне упорны. Каждые двадцать лет повторяется одна и та же история. Мы заставляем их принять католичество, а они возвращаются к протестантизму. После введения Вечного Мира, князья наконец-то перестали воевать друг с другом. Даже ничего не делая, текущего переоста авторитета нам хватит, чтобы объединить империю к шестидесятому году. И каждая следующая реформа будет только ускорить этот процесс. Перемирие с папой закончено. Однако сильно верующие князья-дурачки готовы воевать на его стороне. Папство было полностью ликвидировано даже в колониях. И это был только первый шажок по уничтожению духовной власти внутри империи. В глазах всего христианского мира мы стали грязными варварами, оккупантами Рима. Но они ошибаются. Мы не те же готы, что и тысячелетия назад. Папа сумел выжить и сбежать в Индокитай. Он требует возвращения своего города. Черт Аз-2. Это будет наша новая столица. А чтобы даже никто не посмел возмущаться, мы просто отменим выборы в империи и сделаем власть наследственной. Теперь только князья Феодора и представители династии Готов могут становиться императором. Постойте-ка, но в этом есть и минусы. После смерти императора нам больше не дают 10 авторитета. Но это оказывается неважно, потому что на трон взошел Дэвид Первый, Великий. Первым же делом он пытался перенести столицу империи в Рим. Но это оказалось невозможным, потому что на другом конце мира местные крестьяне купировали колонию. Что ж, вполне логично. В эту экспедицию отправляются самые отважные воины, одетые в черные, под командованием генерала Тимоти. Операция завершилась успешно, хоть генерал и утонул в помоях во время высадки. И долгожданный проект переноса столицы в Рим был завершен. В Скандинавии творятся настоящие чудеса. Дания – это республика, но при этом Швеция остается ее младшим униатом, где правит датский король. Господи! Помилу этих идиотов, они в очередной раз захватывают земли империи. Походу, ошибки их ничему не учат. Если мы до этого только возвращались земли империи и не пытались проучить датчан, то пора это исправлять. Мы заберем Шлезвик и всю Итландию, посмотрим, как они будут жить без полного контроля над проливами. Даже самые упорные засранцы империи поменяли свою религию на католичество. Остается только три князя – Бремен, Франция и подконтрольная нам богемия. Это троица – настоящие дьяволы, не дающие нам провести предпоследнюю реформу и отозвать все привилегии князей. Ко Франции мы попытаемся втереться в доверие, а богемию насильно обратим в католицизм, чтобы они образумились. Но ничто не помогает. Эта троица продолжает упорствовать. Но и черт с ними. Франция, богемия и Бремен выходят из империи после отмены привилегий князей. Наверное, это было неизбежно, хоть богемия и остается нашим младшим униатом. Дэвид Первый Великий мог бы простить им выход из империи, но они увели с собой нужные нам провинции. С Бременом будет жесточайшая расправа. Сотни тысяч солдат пойдут на завоевание города. Кстати, Феодора становится великой державой номер один, обгоняя жалкие колониальные империи. Французам была дарована великая милость, но они отвернулись от нас, предали, украли земли. За это паровой каток из князей пройдется по их землям. Жалкие трусы отдают нам огромные территории спустя каких-то два года после начала войны. Говоря по чести, сейчас идеальное время для завоевания всего и вся. Любая война будет победной, но красить карту – это не в интересах Феодора. 22 августа 1758 года было заявлено о восстановлении Священной Римской империи. Князья добровольно передали всю свою власть в руки императора Дэвида. Достижения Gothic Invasion все еще активны, и для его выполнения нужна самая малость – присоединение Богемии, что я в будущем и сделаю. И на этом история Феодора закончена. Надеюсь, вам понравилось это прохождение, вы не забудете поставить лайк и написать комментарий. Отдельное спасибо Multistax MG, Степану Захарову и Анри. Ну а с вами был Воевода, спасибо за поддержку и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok